В этом списке присутствуют только те фильмы, которые собрали в прокате не меньше миллиарда долларов. Почти все из них были сняты в этом веке, то есть начиная с 2000 года. А пять фильмов так и вовсе вышли совсем недавно, в 2015 году. «Темный рыцарь» 2008 года, миллиард четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок четыре доллара. Бэтмен поднимает ставки в войне с криминалом. С помощью лейтенанта Джима Гордона и прокурора Харви Дента он намерен очистить улицы от преступности, отравляющий город. Сотрудничество оказывается эффективным, но скоро они обнаружат себя посреди хаоса, развязанного восходящим криминальным гением, известным испуганным горожанам под именем Джокер. «Хаббит. Нежданное путешествие» 2012 года, миллиард двадцать один миллион сто три тысячи пятьсот шестьдесят восемь долларов. Фильм повествует о путешествии Бильбабы и Гинза, который пускается в грандиозный поход, целью которого является отвоевание утраченного королевства гномов. Ребору зловещего дракона Смауга. Совершенно неожиданно с Хаббитом налаживает контакт волшебник Гендальф Серый. Так Бильба находит себя, присоединяясь с компанией тринадцати гномов, возглавляемых легендарным воином, Тарином Дубащитом. Их путешествие проляжет через дикий край, через предательские земли, населенные гоблинами и орками, смертоносными воргами и гигантскими пауками, народом, меняющим шкуры, и волшебниками. Алиса в Стране Чудес, 2010 года, миллион двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят семь долларов одиннадцать. Жизнь девятнадцатилетней Алисы Кингсли принимает неожиданный оборот. На викторианской вечеринке, устроенной в ее честь, Алисе делает предложение Хэмиш, богатый, но глупый сын, лорда и леди Скотт. Не дав ответа, девушка убегает и идет за кроликом, замеченным ею на лужайке. Кролик как кролик, вот только он одет в камзол и все время смотрит на карманные часы «Звездные войны». Эпизод И. Скрытая угроза, 1999 года, миллиард двадцать семь миллионов сорок четыре тысяча шестьсот семьдесят семь долларов. Мирная и процветающая планета Набу. Торговая федерация, не желая платить налоги, вступает в прямую конфликт с королевой Амидалой, правящей на планете, что приводит к войне. На стороне королевы и республики в ней участвуют два рыцаря-джедая, учитель и ученик, Квайгон Джин и Аби-Ван Кенаби. Парк юрского периода, 1993 года, миллиард двадцать девять миллионов сто пятьдесят три тысяча восемьсот восемьдесят два доллара. Экспансивный богач и профессор уговаривает пару ученых-палеонтологов приехать на остров у побережья Коста-Рики, где он устроил реликтовый парк. В парке этом водятся древние зверушки, динозавры, которые по его идее должны стать гвоздем программы нового аттракциона. До открытия остается несколько дней, а один из работников, пытаясь продать рассаду налево, нарушает систему охраны, что в комплексе с грозовым ливнем приводит к тому, что доисторические животные оказываются на воле, где действуют в соответствии со своими инстинктами. Пираты Карибского моря, на странных берегах, 2011 года, миллиард сорок пять миллионов семьсот тринадцать тысяч восемьсот два доллара. В новой истории о поисках истины, предательстве, вечной молодости и смертельной опасности капитану Джеку Воробью предстоит столкнуться с женщиной из своего прошлого Анжеликой. До самого конца не будет понятно, связывает ли их настоящая любовь, или же Анжелика искусно притворяется, чтобы вместе с Джеком добраться до таинственного источника вечной молодости. Она силой принуждает капитана Джека Воробья взойти на корабль месть королевы Анны, которым управляет коварный злодей Черная Борода. Наш герой оказывается в ситуации, когда он не знает, чего ему бояться больше, ужасного злодея или же свою давнюю подругу. История игрушек «Большой побег» 2010 года, миллион шестьдесят три тысяча сто семьдесят один доллар девяносто один. Энди почти восемнадцать лет, ему остается три часа дня до отправки в колледж, в то время как его игрушки, в том числе Вуди Бас Слайтер, гадают о своем будущем. Куда забросят их судьба? На чердак, на свалку или, может быть, в детский сад «Солнышко»? События развиваются в самом неожиданном направлении, и приключения полюбившихся героев продолжаются. «Пираты Карибского моря», «Сундук мертвеца», 2006 года, миллиард шестьдесят шесть миллионов сто семьдесят девять тысяч семьсот двадцать пять долларов. Вновь оказавшись в реальном мире, лихой капитан Джек Воробей неожиданно узнает, что является должником легендарного капитана летучего голландца Дэвид Джонса. Джек должен в кратчайшие сроки решить эту проблему, иначе ему грозит вечное проклятие и рабское существование после смерти. Вдобавок ко всему, срывается свадьба Уилла Тернера и Элизабет Суон, который вынужден составить Джеку компанию в его злоключениях. «Темный рыцарь», возрождение легенды, 2012 года, миллион восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать девять долларов, ноль девять. Восемь лет назад Бэтмен растворился в ночи, превратившись из героя в беглеца. Приняв на себя вину за смерть прокурора Харви Дента, он пожертвовал всем. Вместе с комиссаром Гордоном они решили, что так будет лучше для всех. Пока преступность была раздавлена антикриминальным актом Дента, ложь действовала. Тем не менее, еще опаснее становится появление нового врага Бэйна, чье лицо закрыто маской. Он разворачивает в Готеме чудовищную деятельность, и это вынуждает Брюса Уэйна выйти из импровизированного изгнания. Однако даже надев свой костюм, Бэтмен может проиграть Бэйну. Но с появлением хитрой воровки по прозвищу «Женщина», «Кошка» с загадочным прошлым все меняется. Трансформеры, эпоха истребления, 2014 года, миллиард сто четыре миллиона пятьдесят четыре тысячи семьдесят два доллара. Автоботы и десептиконы оставили человечество собирать планету по кусочкам. Между тем группа могущественных бизнесменов и гениальных ученых пытается извлечь уроки из ошибок прошлого и улучшить технологии до такой степени, чтобы выйти за пределы контролируемого ранее. В это время другая группа, древних мощных трансформеров, берет Землю под прицел. 007, координаты Skyfall, 2012 года, миллиард сто восемь миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча тринадцать долларов. Лояльность Бонда своей начальнице ЭМ под угрозой со стороны ее прошлого, которая внезапно даст о себе знать. МИ-6 подвергается нападению, и агент 007 должен ликвидировать угрозу, несмотря на цену, которую придется заплатить. Властелин колец, возвращение короля, 2003 года, миллиард сто девятнадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч пятьсот двадцать один доллар. Последняя часть трилогии о Кольце Всевластия и о героях, взявших на себя бремя спасения среди Земья. Повелитель сил Тмы Сурон направляет свои бесчисленные рати под стенами на Астерита, крепости последней надежды. Он предвкушает близкую победу, но именно это и мешает ему заметить две крохотные фигурки, хоббитов, приближающихся к роковой горе, где им предстоит уничтожить Кольцо Всевластия. Улыбнется ли им счастье? Трансформеры 3, темная сторона Луны, 2013 года, миллиард сто двадцать три миллиона семьсот девяносто четыре тысячи семьдесят девять долларов. Американское правительство долго скрывало тайну первой высадки человека на Луну. Оказывается, 20 июля 1969 года, совершив посадку на Луне, американские астронавты обнаружили разбившийся корабль автоботов и останки роботов. Программу засекретили, но спустя сорок лет она вновь всплыла, как камень преткновения в отношениях людей и автоботов. Сема Итвики и его новая подружка Карли оказываются в самом эпицентре новой глобальной заварушки с участием десептиконов и автоботов, в основу которого положена тайна, которую хранит темная сторона Луны. Миньоны, 2015 года, миллиард сто пятьдесят семь миллионов двести семьдесят пять тысяч семнадцать долларов. Миньоны живут на планете гораздо дольше нас. У них одна навязчивая идея — служить самой гадкой личности из имеющихся в наличии. Динозавры, фараоны, Дракула, Наполеон — все они оказались недолговечны. И тогда миньоны рванули в Нью-Йорк. Их ждут деньги, власть, роковая суперзлодейка Скорлетта Веркил и, конечно же, вкуснейшая банана. Во всяком случае, так им кажется. Железный человек 3, 2013 года, миллиард двести пятнадцать миллионов четыреста тридцать девять тысяч девятьсот девяносто четыре доллара. Когда мир Старка рушится на его глазах по вине неизвестных противников, то они жаждут найти виновных и свести с ними счеты. Оказавшись в безвыходной ситуации, Старк может рассчитывать только на себя и свою изобретательность, чтобы защитить тех, кто ему дорог. Это становится настоящим испытанием для героя, которому придется не только сражаться с коварным врагом, но и разобраться в себе, чтобы найти ответ на вопрос, который давно его тревожит, что важнее — человек или костюм. Холодное сердце, 2013 года, миллион двести семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят долларов тридцать три. Когда древнее предсказание сбывается и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев — принцесса Анна, отважный Крестов и его верный олень Свен — отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со стороны леденящие заклятия. По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений, встреча с мистическими троллями, знакомство с очаровательным снеговиком по имени Олаф, горные вершины покруче вериста и магия в каждой снежинке. Анне и Крестофу предстоит сплотиться и противостоять могучей стихии, чтобы спасти королевство и тех, кто им дорог. Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2, 2011 года, миллиард 341 миллион 511 тысяч и 219 долларов. В грандиозной последней главе битва между добрыми и злыми силами мира волшебников перерастает во всеобщую войну. Ставки еще никогда не были так высоки, а поиск убежища — столь сложен. И быть может именно Гарри Поттеру придется пожертвовать всем в финальном сражении с Воландием Ортом. Способен ли наш герой спасти мир? И все закончится здесь. Мстители, эра Альтрона, 2012 года, миллиард 405 миллионов 35 тысяч 767 долларов. Человечество на грани уничтожения. На этот раз людям угрожает Альтрон — искусственный интеллект, ранее созданный для того, чтобы защищать Землю от любых угроз. Однако, главной угрозой он посчитал человечество. Международная организация Щ.И.Т. распалась, и теперь мир не способен справиться с таким мощным врагом, потому люди вновь обращаются за помощью к величайшим героям Земли — Мстителям. Однако Альтрон слишком силен, и есть большая вероятность, что даже им не удастся остановить начало надвигающейся эры Альтрона, где нет места для людей. Форсаж 7, 2015 года, миллиард 515 миллионов 47 тысяч 671 доллар. Они покорили Токио и Риа, Лос-Анджелес и Лондон. Но мир больше не играет по их правилам. Зной арабских пустынь, неприлично высокие небоскребы, миллионы долларов на колесах и очень, очень знаменитый злодей. Скорость не знает границ. Мстители, 2012 года, миллиард 519 миллионов 557 тысяч 910 долларов. Локи, сводный брат Тора, возвращается, и в этот раз он не один. Земля на грани порабощения, и только лучшие из лучших могут спасти человечество. Ник Фьюри, глава Международной Организации Щ.И. Т. Собирает выдающихся поборников справедливости и добра, чтобы отразить атаку. Под предводительством капитана Америки Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный Глаз и Черная Вдова вступают в войну с захватчиком. Мир юрского периода, 2015 года, миллиард 668 миллионов 984 тысячи 926 долларов. Тысячи людей спешат увидеть мир юрского периода, но безопасное на первый взгляд развлечение может обернуться угрозой для их жизней. Звездные войны, пробуждение силы, 2015 года, миллиард 762 миллиона 743 тысячи 529 долларов. Через 30 лет после гибели Дарта Вейдера и Императора Галактика по-прежнему в опасности. Государственное образование Первый Орден во главе с их таинственным верховным лидером Сноуком и его правой рукой Кайло Реном идет по стопам Империи, пытаясь захватить всю власть. В это нелегкое время судьба сводит юную девушку Рей бывшего штурмовика Первого Ордена Финна с героями времен Война с Империей, Ханом Соло, Чубакой и Генералом Леей. Вместе они должны дать бой Первому Ордену, однако настает тот момент, когда становится очевидно, что лишь джедаи могут остановить Сноука и Кайло Рена. И в Галактике в живых остается только один. Титаник, 1997 года, 2 миллиарда 186 миллионов 772 тысячи 302 доллара. Молодые влюбленные Джек и Роза находят друг друга в первом и последнем плавании непотопляемого Титаника. Они не могли знать, что шикарный лайнер столкнется с Айсбергом в холодных водах Северной Атлантики, и их страстная любовь превратится в схватку со смертью. Аватар, 2009 года, 2 миллиарда 787 миллионов 965 тысяч 87 долларов. Джейк Салли, бывший морской пехотинец, прикованный к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода земли из энергетического кризиса. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.